Всем привет! Недавно я снова подсел на клажуру и причина этому репл. Точнее подход к разработке через репл. Так-то я предполагаю, что вы знаете, что такое репл. В принципе, он есть в очень многих языках программирования. Наверное, уже сложно сказать, где его нет. Общая идея достаточно простая. То есть у нас есть по сути дела командная строка, в которую мы вводим какие-то команды, и эти команды сразу исполняются на месте. Вот перед вами сейчас традиционный Python-интерпретатор, по сути дела, где я для начала просто простую арифметическую операцию совершил. Затем создал функцию на месте и пользуюсь ней. То же самое можно сделать и в скале. То есть я просто повторю пример. Так вот, вот это на самом деле по большому счету не до реплы. И они блекнут на фоне того репла, который у нас есть в кложуре. Чтобы всю прелесть вот этого кложуровского подхода ощутить, давайте напишем очень простую программу, которая просто партит строковое число из строки и затем считает факториал. Что ж, давайте. Я специально взял простую, чтобы просто не затягивать видео и показать основную идею, нежели что-то там сложное. Объявляем функцию parseInt, например, которая принимает строку, и что пользуемся integer parseInt. На ошибки я, пожалуй, исправлять не буду. Вот у нас мы написали функцию и теперь мы ее хотели бы проверить. Окей. Для этого что мы сделаем? Мы загрузим данный файл в нашу репу. Загрузка произошла и теперь можем попробовать. Отлично. Парсинг идет. А если бы я здесь вот так написал? Как мы видим, арифметическая ошибка? Давайте это дело пофиксим. Для этого возвращаемся в наш файл. Я не помню, как работать с тройкетчем. Иду в репу, пишу док, тройкетчем. Читаю. Выражение catcher close, finally close. Угу. 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 Если нам разработают т limits, и Yahweh, Ноль. Окей. Снова загружаем наш файл в репл. Идём в него. И, как мы видим, в данный момент мы пофиксили. То есть, теперь у нас, если мы не смогли распарсить, то у нас будет возвращаться ноль. Что ж, это наша первая функция. Вторая наша функция. Мы хотели написать факториал. Пишем def.fax. Я хоть не рассказывал о синтаксе, но, в принципе, я полагаю, что здесь интуитивно всё понятно должно быть. Потому что акцентировать внимание на синтаксе как-то мне не очень хочется. Я хочу именно какой подход здесь исповедуется и показать некоторое удобство о том, что мы прямо тестируем на месте, смотрим результат на месте. если нас что-то не устраивает, мы делаем правки и видим сразу результат нашей работы. То есть, мы двигаемся маленькими шажочками к нашей большой цели. так, факториал. Если н меньше единицы, то возвращаем единицу, иначе произведение самого числа на факториал от н-1 написали. Что ж, давайте подгрузим данное определение и воспользуемся им. должно быть 120. Отлично! Работает! А теперь пишем финальную функцию пап from str я напишу, например. Такс. Сперва я должен распарсить, а затем посчитать бактериал. Это макросы pipeline, которые ставят аргумент, результат или результат работы вычисления каждой функции в качестве первого параметра следующей функции. То есть, вот мы взяли число n, пихаем его в функцию, здесь у нас один аргумент, сюда пробросится получить результат и этот результат пробрасывается в следующую функцию. вот здесь у нас тоже один аргумент, сюда пробросится и так далее. То есть, некое комбинирование функций. Если бы нам нужно было бы в конец, здесь есть вот такой вот макрос. Ладно, снова ее ой вот идем в наш перекидываем ее в репл и пишем и снова тестируем ее rtd, rtd, так, fuck from st и как мы видим, снова все работает. ну и можно было бы, например, вот превратить обратно в строку. снова загружаем в наш репл и снова запускаем функцию. И как мы видим, снова работает. Круто? Круто! То есть, мы тестируем на месте, сразу вычисляем, смотрим результат, если что-то нас не устраивает, мы правим на месте. В принципе, все те же действия я мог написать прямо здесь, а затем просто копируя. То есть, я могу также написать, например, функцию fuck ну ладно, не факториал. Напишу глупую функцию hello, которая принимает n, это будет строка, и просто я буду печатать hello, то есть, а затем ее здесь вызывает. То есть, можно было бы вот здесь прямо функции писать, а можно было бы в файле писать. И из файла мы перекидываем в репл, а затем просто так удобнее как бы из файла в репл, чем потом, затем копировать. То есть, я бы мог взять, скопировать и вставить его сюда. Такс. Круто, круто. Теперь, давайте напишем простой тест для факториала. такс. Тестинг факториал of 5 is equals 120 из что должно быть? что должно быть? Факториал 5 должен равен быть 120. Ну, давайте вначале неправильно сделаем. То есть, 12. Вот, я выделил строчку, чтобы только ее отправить в репл. файл у нас space не найден. Такс, ладно, сейчас я весь файл подгружу и как минимум файл . давайте подправим наш тест снова подгружаю файл true круто круто можем написать второй тест сразу его подгрузить и видим результат наших действий наших действий то есть, вот мы к нашей функции сразу написали тесты и их тестируем сразу на месте а теперь представим вернее вспомним как у нас процесс в других языках происходит ммм вот например в скале вот как это вообще вот давайте вот я даже не представляю в принципе в скале можно загружать эммм типа скриптов и выполнять их на месте но почему это не сделано например эммм не совсем пока понимаю просто разница между то есть подход вот вот здесь вот да который примет именно вот в обычных недореплах по сути дела мы всегда пишем на месте то есть мы не скачиваем ни откуда результат как вернее мы не подгружаем какие-то функции по большому счету откуда-то или это делать крайне неудобно в отличие от подхода к лажуру где это как бы можно сказать естественным образом происходит из-за этого собственно какие у нас плюсы очень быстрое тестирование очень быстро видим результат очень быстро разработка происходит очень круто нет